Девушки отдыхают И словно этого казалось людям мало По руинам городов они проложили широкие трассы с трамплинами и ловушками И придумали себе жестокую забаву под названием Death Track История этой игры началась в далеком 1989 году Когда на жестких дисках компьютеров всего мира Обосновалась простенькая гоночная аркада под названием Death Track На однотонных трассах во всех четырех цветах Под характерное пищание PC-спикера Десятки водителей на своих квадратной форм автомобилях Боролись не на жизнь, а на смерть Но графическое убожество в те далекие времена никого не пугало Все самозабвенно резались в Death Track Пытаясь выжить на трассе, начиненной смертельными ловушками и коварными соперниками То было новое слово в играх и, как водится, новый жанр И назывался он Combat Racing То есть это игра, в которой нужно не только ездить на машинках, но и стрелять Идею подхватили только в следующем веке, почти спустя полтора десятка лет И подхватили, что приятно, отечественные разработчики Мы пытались возродить дух оригинальной игры И попробовать на новом уровне показать, поскольку это интересно И увлекательно играть в Combat Racing В новой части Death Track осталось все то, за что особо горячо любили старую После глобальных катастроф земные мегаполисы по-прежнему лежат в руинах Миром все еще правит мама-анархия И единственное, что может развлечь свидетелей апокалипсиса Это смертельные гонки на выживание Гонщики двигаются по трассе, пытаются доехать первыми до финиша Используя все возможности, какие у них есть Желающих поучаствовать хоть отбавляй А зрителей, ясное дело, еще больше Весь мир, забыв на время обо всех заботах Не отрываясь, следит за перипетиями соревнований Причина подобной популярности кроется на поверхности Death Track зрелищен и беспощаден, как ядерный взрыв А правила его проще паренной репы Кто доезжает первым, убивает всех, кто так убеждает Дух оригинальной игры передан самым тщательным образом Суровые пилоты, обвешенные орудиями машины будущего Разрушенные города, перестрелки, все на месте Только теперь проверенная временем классика возвращается в новом обличье Машин стало больше, броня на них стала толще Арсенал вырос до неприличных размеров Трассы похорошели и обзавелись множеством деталей Ну и графика, конечно Ни в 89-м, ни даже 10 лет спустя мы не могли мечтать ни о чем подобном Все гораздо круче, чем в региальной игре Сюжет нового Death Track выдержан в лучших традициях игр в духе Carmageddon и Interstate 76 Наш герой, никому пока еще не известный гонщик, решается попробовать себя в соревнованиях И оказывается прямо в эпицентре этого безжалостного автомобильного крошева Он как новичок попадает в мир шоу-бизнеса И обнаруживает, что соревнования проходят не совсем по правилам Закулисная борьба, интриги, куда ж без них Ведь на кону стоят человеческие жизни, а победителю достается немыслимая сумма денег Красочные ролики между заездами наглядно проиллюстрируют тот водоворот, в который оказался втянутым наш герой В конце концов он встанет перед выбором, стоит ли ему продолжать борьбу до конца или сдаться В любом случае, если он решит проиграть, он умрет За матовыми стеклами бронированных машин скрываются соперники, которые сделают все возможное, чтобы не дать герою победить Каждый из этих личностей в той или иной степени замешан в разного рода темных махинациях По сюжету персонажи Дестрек то и дело влипают во всевозможные щекотливые истории и не только на дороге Главная задача, чтобы подобного рода неприятностей не произошли с главным героем В общем, деваться некуда, придется бороться и побеждать Но и противники наши не лыком шиты, им тоже жить хочется и на свой хлеб с маслом попутно заработать Они могут вас столкнуть с трассой, они могут вас загнать в какое-то неудачное для вас место, где вы потеряете скорость То есть они борются, как заправские гонщики Стереть в пыль своих врагов вы, к сожалению, не сумеете То ли счувствовать человеколюбие, то ли, чтобы усложнить игроку задачу, разработчики сделали других гонщиков неубиваемыми Все, что вы можете сделать, если вы уничтожаете противника, это вы замедляете его И ему потребуется некоторое время на то, чтобы снова оказаться на трассе То же произойдет и с вами, коли угораздят пропустить пулеметную очередь или словить шальную ракету Если ваш уровень повреждения превысит допустимый предел, машина взорвет Взрываться самому и корежить других вам дадут в десятки некогда красивейших городов Земли, которые ныне обезображены суровой десницей апокалипсиса В игре есть трассы, которые проложены по улицам Москвы, Парижа, Лондона, Панголка, Токио, Сан-Диего, Прайги, Стамбула Кого-то забыл, наверное Города в игре лишь отдаленно напоминают реальные прототипы То есть свою улицу и свой дом найти вряд ли получится А что же вы хотите, сколько лет прошло? Но все равно они узнаются с первого взгляда благодаря чудом уцелевшим достопримечательностям Если вы попадете на трассу в Москву, то вы увидите фрагменты Кремля Или, например, колесо обозрения в парке Горького Если вы попадете в Нью-Йорк, то вы увидите Статуи Свободы В Париже вы увидите Эфелевую башню Многим достопримечательностям в мире дестрека нашлось весьма любопытное применение Например, вокруг головы Статуи Свободы вы сможете ездить В Нью-Йорке это невозможно, а у нас в Андрея это возможно Под Эфелевой башней можно ездить, но она уверенно горит То есть в нашей игре Эфелевая башня разрушается у нас прямо на глазах Все города очень не похожи друг на друга Дизайнеры уровней приложили все усилия, чтобы вы загляделись на местные красоты И прозевали нужный поворот На пути к финишу встречаются десятки величественных зданий А уникальные погодные эффекты создают на каждой трассе неповторимую атмосферу На дороге щедро разбросаны различные бонусы Подбирая их, можно нарастить себе броню или временно ускориться А еще трассы изобилуют множеством объектов, которые можно и нужно разрушать Маленьких, как, например, бочки или рекламные щиты, проставленные вдоль дороги До самых больших, как, например, небоскребы Если мы стреляем по небоскребу, на нем есть специально установленные такие заряды И если мы подрываем необходимое количество зарядов, то небоскреб рушится Когда рушится небоскреб или еще что-нибудь такое крупное Есть неплохой шанс разглядеть за завалами объездной путь По нему можно весьма недурно срезать Или зайти соперником с тыла и жахнуть сзади ракетой Чего только не сделаешь, чтобы оставить с носом конкурентов И это далеко не все сюрпризы игры Разработчики создали 10 уникальных, мощнейших автомобилей Которые вы можете затюнинговать и вооружить по собственному усмотрению Ну а что еще нужно отвязному гонщику? Смотрите во второй части программы Как избавиться от назойливых преследователей Для чего нужны роботы И как на вашей машине выполнить тройной тулуп Мы вернулись в постапокалиптичный мир игры Death Track Для того, чтобы выжить в нем, вам помогут две вещи Бронированная машина, начиненная смертельным оружием И небольшая инструкция Забудьте о правилах Помните о бортовой ракетнице Начнем с самого главного, что только может быть в гоночной игре С автопарка В старом добром Death Track было три машины Тяжелый бронированный пидвуль Легкий стремительный хелкет Обвешанный пушками крашем В Death Track Возрождение Железных коней предусмотрено не в пример больше Десять Каждый из этих стальных монстров Несбыточная мечта автолюбителя Эти машины нереальные То есть дело происходит в недалеком будущем И машины чуть лучше, чем те машины, которые можно увидеть сейчас Конечно, лучше Самую малость Бывало, стоишь в пробке и мечтаешь Вот бы мне сейчас такую Особенно пригодилась бы в наше время возможность парить в воздухе С помощью ракетных двигателей Машина взлетает в воздух Она может слегка подруливать Делать какие-то акробатические трюки И после этого приземляться на землю Парочка бортовых пулеметных турелей Тоже, знаете ли, не помешала бы Чайников на дороге распугивать А, мечты К слову, машины в игре хоть и вымышленные Но звук для них записывался самый, что ни на есть настоящий На студии Godzin Sound По той же технологии, что использовалась в игре Адреналин 2 час пик Это реальные автомобили И их реальные моторы Которые гонялись в различных режимах И записывались для того, чтобы их использовать В последствии в игре На одной из этих шикарно выглядящих И отмена звучащих машин Игрок пройдет огонь, воду и медные трубы Точнее, три основных игровых режима Первый — сюжетные заезды Где в перерывах между гонками и стрельбой Будут показаны ролики По ним можно будет проследить историю главного героя Второй режим — драгрейсинг Здесь нужно будет разгоняться Побыстрее на коротком и прямом участке трассы Чтобы быстрее соперников оказаться на финише Какая-либо стрельба тут запрещена А вот искусственное владение ручной коробкой передач Всячески приветствуется Третий вид состязаний — так называемый режим вызова Где помимо собственной гонки Требуется выполнить разные хитроумные задания Например, уложиться в определенное время Собрать нужный бонус несколько раз Или уничтожить конкретного соперника Кроме того, в игре важно набирать игровые очки Деньги, на которые мы производим апгрейды И усовершенствование наших машин и оружия Дест-трек «Возрождение» предлагает виртуальным водителям Прокачать машину по трем направлениям Двигатель, трансмиссия, броня Каждое сделанное улучшение отразится на характеристиках автомобиля И вполне может решить судьбу очередного заезда Этот тюнинг и эти апгрейды дают возможность машине Становиться более прочной, более быстрой Или более цепкой на дороге То есть более управляемой Ну и, конечно, оружие Без него в этом мрачном мире далеко не уедешь Настоящий гонщик будущего за хороший ствол Мать родную продаст У нас есть такие простые известные виды оружия Как пулемет многоствольный У нас есть ракетница Кроме того, у нас есть оружие Которое будет открыто в ближайшем будущем То бишь всяческие лазеры, плазмоганы И другие забавные футуристические погремушки Кстати о погремушках Что еще пригодится в дороге, так это всевозможные роботы Небольшие металлические друзья Которые сопровождают вас в пути И помогают с ремонтом и защитой Почти как незабвенный R2-D2 из «Звездных войн» Есть и те, которые не на чьей стороне Они просто обслуживают гонку Охранные системы Которые призваны защищать трассу От различных неприятностей И по сюжету игры В какой-то момент С ними происходят технические неполадки И они начинают нападать на пилотов Но самая интересная разумная железяка У нас на службе Это, конечно, Терминатор Бесценный робот Пришедший прямиком из старого дест-трека Образца 89-го года Терминатор — это такое устройство Которое двигается по трассе За противником И пытается его догнать И уничтожить Также в игре есть мины и шипы Которые ставятся позади автомобиля И при наезде на них С машиной противника Происходят мелкие неприятности Мины, соответственно, взрываются А шипы просто мешают управлению автомобилем Это часто приводит к аварии Еще один отличный способ Сделать другим водителям пакость Подорвать бочку с мазутом Окутанные черным дымом Соперники будут некоторое время Ехать вслепую И к радости зрителей Непременно впечатаются в какой-нибудь столб Только после такого подарка С ними лучше не встречаться Догонят и отблагодарят по полной программе Если вы вовремя поняли, что у вас такая ракета Вы можете попробовать выбросить фольгу Возможно, вам это поможет уйти Вождение виртуального болида Совершенно не мешает стрельбе Наоборот Для совмещения приятного с полезным Разработчики предусмотрели автоприцел То есть пушки будут самостоятельно Наводиться на ближайшую цель Хотя никто не мешает и усложнить этот процесс Если игроку кажется, что это достаточно просто Он может попробовать управлять прицелом прямую То есть ехать и прицеливаться с помощью мыши Никогда еще езда по трассам и отстрел соперников Не приносили столько безудержной радости В третьей части программы мы проверим игру в деле Наш эксперт готов принять участие в смертельном заезде Он не понаслышке знает, что такое дестрой И настоящий хардкор Разрушенные города Бешеные скорости Десятки озлобленных конкурентов Все это не пугает нашего эксперта Уже несколько часов его нельзя оторвать от игры И я знаю почему Все потому, что он усвоил главное правило Death Track Выживает сильнейший Дмитрий Спирин или просто Сид Легенда отечественного панк-рока С начала 90-х Бессменный лидер группы Тараканы Мы начинаем смертельный заезд в игрушке под названием Death Track Земля подверглась ядерной катастрофе И вот на этом вот просто апокалиптическом пространстве Те немногие выжившие Занимаются всяким беспределом В том числе ездят на своих мощных постапокалиптических тачках По полуразрушенным городам У нас уже здесь создан профайл Который мы готовы загрузить Значит сразу предупреждаю Что в этом профайле выбрана самая мощная машина Весь самый мощнейший набор оружия От автоматического пулемета До значит набора мин Которые мы подло будем рассыпать за кормой Ради того, чтобы наши соперники подрывались Прежде чем мы стартанем в Бангкоке Нам будет показана наша будущая трасса Со всеми ключевыми моментами Как то размещение необходимых и полезных бонусов Которые будут восстанавливать немножечко поврежденные транспортные средства Добавлять здоровья Придавать на какое-то время неуязвимость Снабжать нас оружием и боеприпасами А также демо-пролет по трассе Продемонстрирует нам все ключевые места Собственно на трассе Я имею ввиду Отметит точками трансформаторные будки Которые необходимо взрывают Для того, чтобы открывались Секретные и не очень проезды Вот, значит, ключевые места в зданиях Которые можно было бы подрывать За ради получения бонусов и так далее А вот, собственно, и старт Вот наш автомобиль Снабженный всем необходимым для существования В постапкалиптическом пространстве А вот и соперник сзади Ай! Отъезд небольшой, ограничение скорости здесь Продолжаем движение вперед С шифтом, так как отстали Я предпочитаю стрелять постоянно Потому что соперников пока достаточно много Они появляются в поле зрения Каждую секунду Поэтому, в общем, не имеет смысла Убирать руку С гашетки нашего автоматического оружия Ой, 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 ой Вот, пожалуйста, переворот Но сейчас мы переродимся заново И поедем дальше Двигаемся вперед Бонус починки автомобиля Вот, пожалуйста, значит Производится расстрел небоскреба По-моему, не слишком успешно Некоторые небоскребы сохранились Почти в первозданном виде Ядерное нападение их потрепало не очень сильно Очевидно, в Таиланде строили на славу Отлично Подорвана одна из красно-трансформаторных будок Возможно, это означает, что скоро получит доступ В красно-трансформаторную зону Полная из чудесных бонусов Игрушка еще также очень внимательна тем, что В принципе, взрывать И крушить здесь можно абсолютно любой объект Ай-яй-яй-яй Ой-ой-ой, что ж такое? Понятно, критическое положение ущерба Ядерная зима В Бангкоке ядерная осень Теплый ядерный осенний дождичек поливает С врагами, которые находятся достаточно далеко Я так понимаю, мы разбираемся с ракетами Ракета была использована непозволительно близко Это неплохой результат, я считаю, для первого раза Да нет, отличный результат Мы находимся в середине турнировой таблицы Вот, и я считаю, что буквально Один-два, может быть, максимум три дня тренировок И, в общем, мы сможем Имеем все шансы на то, чтобы войти в лидирующую тройку Мы готовимся к нашему очередному заезду И, как вы, наверное, сейчас видите на ваших экранах Имеется небольшое меню, которое позволяет нам выбирать автомобиль Выбирать различные апгрейды, а также оружие Сейчас мы попробуем выбрать автотранспортное средство для нашего очередного заезда Поедем вот на такой вот машинке Да, действительно, я хочу это купить Автомобиль выбран Мы возвращаемся обратно в меню И сейчас мы попробуем сделать большой апгрейд Покупаем Трансмиссия Что это такое, кстати говоря? Не знаю Сейчас переходим в секцию под названием выбор вооружения Все, что мы могли выбрать, мы выбрали И выбираем трассу Париж очень опасная трасса Как вы видите, достаточно эффектно бордюр Для того, чтобы просто перевернуться Париж тоже неплохо сохранился, хочу сказать Мне кажется, что Это в случае реального ядерного конфликта Города Сохранятся По перевернуть на таком уровне В общем, все это не так страшно Вот, пожалуйста, проезд по триумфальной арке Горка Вот полезнейший бонус только что Был мой проглочен Установление автомобиля Вот черт, а Черт такой наехал на меня К сожалению, в игре ничего не говорится Об уровне радиации на улицах Вот было бы неплохо, если бы этот показатель Также имел какое-то значение Девятая модель «Жигулей» По-моему, была сейчас там спрятана С шифтом набирается невыслимо скорость Очень быстро Но в то же время Везда становится опасной Неплохой саундтрек У меня сейчас в наушниках Но четкий такой энергичный Гитарный брейкбит там мочил Вот так Мы уже на втором заезде Попадаем в тройку Можно сказать, игрушка замечательная Очень занимательная Я вообще на самом деле Поклонником являюсь Подобного нам Типа компьютерных игр Вот И лично для меня Как для Фэна вот такого вот развлечения Это очень хороший подарок был бы Вот Прошел я вот эти вот две трассы С увлечением И могу сказать, что Каждый из вас, ребята Кто любит гонки, стрелялки В общем, получится доза адреналина В момент прохождения трасс Которые этой игрой предусмотрены Нашему эксперту удалось выжить В этих смертельных гонках И даже добиться неплохих результатов Теперь ваш черед попытаться Выбраться из жестокого мира игры Death Track Я вас верю На следующей неделе мы отправляемся в Канаду Там в офисе Electronic Arts Идут последние приготовления Перед выходом очередной Легендарной серии игры Need for Speed Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok